Памятник классицизма конца 18 века. Живописный, пейзажный, тихий и вдохновляющий. Сегодня мы с вами совершим прогулку и расскажем об утраченных достопримечательностях Павловского парка. Где искать следы исчезнувших шедевров? Держим путь во дворец на выставку открыток, которые дадут подсказки. У нас в библиотеке Россия открылась выставка, которая носит название «Павловск в открытках общины Святой Евгении Красного Креста». Поскольку эти открытки впускались в начале 20 века, то на них действительно чудесным образом сохранились виды дворцов, виды парков, которые находятся около Петербурга, те еще довоенные. Мы спускаемся с Висконтиевого моста, наш ориентир, три камня в небольшую чаще. Похоже на остатки постамента, на котором когда-то стоял памятник Александре Павловне. Юная великая княгиня скончалась 18 лет во время родов. Эта беседка была построена по проекту Карла Руси, как память одной из дочерей Павла Петровича и Марии Федоровны, 1814 год. Беседка сгорела в конце 30-х годов прошлого столетия, а сама скульптура цела и хранится во дворце. Идем в сторону небольшой возвышенности. Сейчас этот холм пуст, но сто лет назад здесь находился охотничий домик. Когда Екатерина II сыну подарила эти земли, здесь уже стоял домик Рик и парный ему домик Крак несколько дальше. Ну, Рик и Крак – это такая своеобразная шутка, рифмованная, вероятно, происходит из немецкой традиции. Охотничьи домики возвышались на холмах больше полутора веков, но во время Великой Отечественной войны сгорели. Точно так же, как и большинство других деревянных объектов парка. Мы выходим на небольшую полянку, позади нас остается розовый павильон. А здесь мы ищем матросские домики. Их построили в начале 19 века для матросов-инвалидов, которые охраняли павильон с розами. Теренки, да, построены по проекту Рося, он как раз разрабатывал, в частности, проекты разных классических, таких идеальных деревень, деревенских допингов. И вот такое классическое вот эти вот три окошка – это как раз ростерский классицизм в деревенском доме. На берегу речки Славянки был еще один примечательный объект – беседка, убитая хмелем. Ее следы можно обнаружить за мостом на другой стороне от пиль башни. Среди липовых деревьев, кустов акации, был построен деревянный трильяж, убитый хмелем. Я так понимаю, что мы сейчас находимся в самом центре? Да, в центре хмелевой беседки. Эх, сколько здесь было удивительных строений. Константиновская магнитно-метеорологическая станция, старое шале, огромный павильон-трильяж с лестницей. Все они остались лишь на старых оттисках, сделанных в начале 20 века. 600 гектаров Павловского парка трудно обойти за один день, тем более в поисках утраченных достопримечательностей. Но вы попробуйте, занятие это весьма увлекательное, и не говорите, что зря потеряете время. Субтитры создавал DimaTorzok